Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Я в Кисловодске. Это колоннада. Вход в парк. Очень много бегуней. Вообще много цветов. А вот отсюда отходят электромобили. Я решила подняться в долину Рос на электромобиле. А потом пешком оттуда спуститься. Ну, это вид напротив колоннады. Памятник Ленина. Улица Красноармейская, проспект Мира. И вот уже еду. Из-за целевного нарза на место будущего парка было выгодным и привлекательным. Но голые склоны не давали комфортной прохлады и эстетического наслаждения. Работы по устройствам начались в 1823 году. Неповторимый по красоте пейсаж. Постепенно парк, состоящий из нижнего, среднего и верхнего, становился уникальным. Оридчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры в украшении парка «Долина Рос». Она получила свое название благодаря огромной площади в 2 гектара, засаженной в бюджет 30-ю сортами роз разных видов и расцветок. Прогуляющиеся вдоль долины Рос гости Кисловодска с первых шагов попадают под очарование этого прекрасного места, наслаждаясь тишиной и по протяженности полупольем, темпу ходьбы и чистоте отдыха. Ради которой сюда приезжают тысячи отдыхающих. Национальный парк «Кисловодский». Увиденный уголок парка – главное детище заслуженного работника ШКХ России Ивана Захаровича Шишопа. Сразу после Великой Отечественной войны он пришел в парк разнорабочения. Увлечен и работал в питомнике. А уже в 1962 году возглавил комбинат «Курзеленстрой». И почти полувек был его бессменным директором. Розовый трофейт. Раньше на суток площадки располагалась железная беседка, которую в 2012 году заменили на белоснежную воздушную в классическом стиле. В том же году в Дарине Рос были реконструированы на дорожке, укреплены скрытой. Проведена работа по озеленению и обновлению роза. И плетистые, пылианки, шва, чай на еде. Сорта роз встречаются как селевый, так и старик. Например, говредный или... Для того, чтобы прекрасная роза для местных участников и проезжих мест, проводите национального парка К сезону 2017 года Алина Рос пополнился на сезон. В коллеги фирме Алина Рос, установлена система автополиции. Вот и приехали быстро, удобно. И хожу, гуляю, любуюсь. Рос, конечно, маловато уже. Все-таки конец сентября. Но еще есть. Очень красивые. Высажены квадратиками в шахматном порядке и таблички с названиями сортов. Кипарисы высажены. Пампанелла. Прелесть какая. Действительно, как помпончики. Вот и кипарисовая лейка. По ней я потом вниз пойду пешком в парк, в Нижний парк. Погода чудесная. Продолжение следует... Продолжение следует... Полюбовалась розами. И пошла теперь назад. Только уже пешеходной дорогой. Какие-то красивые птички попались. Похоже на удодов. Может, это удод. И вот еще там есть. Вот на таком электромобильчике я и ехала. Удобный электромобиль. Быстро. На обычных машинах запрещено здесь ездить, чтобы не портить экологию парка. А вот эти деревья оказываются постриженные туи. Детская площадка. Кафе. Интересно такое. Все, я уже спустилась. Я уже в Нижнем парке. Как в школе. Подхожу к памятнику Пушкину. Вот такая прогулка. Продолжение следует. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.